Главная новость Америки. Во время массовых беспорядков в штате Техас, США, снайпер застрелил 5 сотрудников полиции. Как известно, на днях работники полиции застрелили двух чернокожих в штате Миннесота и штате Луизиана. После этого сообщество чернокожих вышло на массовые протесты, которые превратились в массовые беспорядки. И вот во время этих протестов один из участников достал винтовку и застрелил 5 работников полиции. Данное событие дает мне повод в очередной раз вспомнить о категории граждан, которые часто говорят, а вот в США вас бы. Таких граждан очень много как в Украине, так и в России. В Украине эти граждане, как правило, являются фанатами новой патрульной полиции. И когда патрульная полиция Украины совершает какое-нибудь преступление, как, например, дубинками избивают водителей или же убивают из пистолета, сразу же говорится, а вот в США так принято, а вот в США так нужно, а вот в США так происходит. Потому, поскольку в США так происходит, мы будем действовать аналогично. Вторая категория граждан проживает в России. Они преследуют цель, когда говорят, а вот в США вас бы, чтобы очернить Соединенные Штаты Америки. Например, после событий, когда полицейские расстреляли чернокожих в Лузяне и в Миннесоте, на телеканале Russia Today вышел сюжет о том, что беспредел в США, полиция беспределит, всех убивает, чернокожие в шоке, негодяйская, полиция Америки, демократия под угрозой. В американском штате Миннесота около 200 человек собрались у резиденции губернатора в знак протеста против убийства чернокожего мужчины сотрудниками полиции в ходе проверки на дороге. Ранее в Филадельфии были арестованы активисты движения «Жизнь чернокожих имеет значение», которые участвовали в демонстрации в связи с убийством афроамериканца, совершенным полицейскими в штате Луизиана в ночь на 5 июля. Видеозапись его гибели была опубликована в интернете и всколыхнула всю Америку. Сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение жестокостью полиции. Активисты, среди которых много сторонников движения «Жизнь чернокожих имеет значение», требуют справедливого суда по делу об убийстве Алтона Стерлинга. Участники протестов заявляют, что демонстрации должны привлечь внимание правительства к проблеме дискриминации со стороны полицейских и чрезмерного применения силы в отношении меньшинств. Движение протеста против полицейского произвола началось в 2014 году с массовых демонстраций в городе Фергюсон в штате Миссури. Поводом для них послужило убийство стражами порядка безоружного чернокожего подростка Майкла Брауна. По мнению члена законодательного собрания штата Висконсин, полицейская жестокость, от которой страдают граждане по всей стране, большей частью игнорируется властями. Истинная причина таких сюжетов – это политическая борьба между Америкой и Россией. И Россия таким образом хочет показать, что, смотрите, вот в Америке они декларируют демократию, они убивают людей. А вот в России все хорошо, мы никого не убиваем, потому мы более демократическая, свободная и человеческая страна, которая защищает права человека. Однако после того, как снайпер расстрелял пять полицейских на этом митинге, на этой акции протеста, интересно посмотреть на слова защитников полиции, патрульной полиции в Украине, а также защитников чернокожих в России. Что теперь они скажут на этот счет? Дело в том, что люди, которые ссылаются и говорят, а вот в США, во-первых, в США не живут. Я живу на территории США и прекрасно понимаю, что это совсем другая страна, которая отличается от Украины, отличается от России, в первую очередь тем, что здесь разрешено свободное владение оружием. И каждый человек, в том числе чернокожий, может приобрести пистолет, может приобрести снайперскую винтовку, дробовик. И если ему что-то не понравится, выйти на улицу и начать убивать полицейских. Давайте представим ситуацию, что если бы в России работник полиции совершил какое-нибудь преступление или даже убийство гражданина России, и россияне вышли бы на болотную и убили бы из снайперской винтовки пять работников полиции. Что было бы? Что бы произошло? Или давайте вспомним ситуацию, когда работник полиции города Киева, Олейник, застрелил 17-летнего подростка. И украинцы бы не молчали бы, как стадо, а вышли бы на акцию протеста на Майдан и расстреляли бы пять работников полиции. Что было бы в этой ситуации? Ну, конечно же, в этой ситуации в России бы сказали, что снайпер это агент Америки, агент бандеровцев, который решил таким образом дестабилизировать честную российскую власть. В Украине бы сказали, что снайпер это агент Кремля, который приехал в Украину дестабилизировать власть Порошенко и власть Авакова. Риторика, в принципе, понятна. В Америке же после этого убийства никто не ссылается на то, что снайпер приехал из Украины или из России. Все прекрасно понимают, что есть такая проблема в Штатах, когда полицейские убивают чернокожих, а чернокожие убивают полицейских. И это длится уже много-много лет. Поэтому в очередной раз я прошу, не нужно ни россиянам, ни украинцам говорить, а вот в США. Потому что если вы хотите, а вот в США, то нужно понимать, что если работник российской полиции или украинской полиции применит силу или застрелит гражданина Украины или России, то тогда, следуя примеру, а вот в США, украинцы и россияне имеют право достать снайперскую винтовку и убить пять работников своей местной полиции. Готовы ли вы к такому развитию событий?